Сомнение — хорошо это или плохо? Понимаете, если для вас сомнение — это нерешительность, то это значит, что вы не додумали в большем объеме. Когда вы додумываете в объеме, в достаточном для того, чтобы ваш мозг принял решение, это же не вы принимаете решение, это он принимает решение, значит, вы просто недоварили внутри головы эту штуку, чего-то вам не хватает, каких-то данных или еще чего-то, каких-то связей, отношений, поэтому факт-карты мы для того и делаем, для того, чтобы увидеть какие-то связи, отношения, которые просятся, но пока мозг сам не сложил. Поэтому в этом смысле сомнения хорошо, если вы осознаете, потому что вы начинаете собирать факт-карту. Если же вы что-то делаете, то сомнение не самое лучшее из процедур, потому что я не хочу лежать под сомневающимся хирургом. Но то, что он понимает, что когда он входит в полость тела, он входит в пространство вероятностей, это очень важно. Если он считает, что там все как у всех, ну, это плохой хирург, и у него уже все умерли, и вы вряд ли к нему у него окажетесь. Хотя по нынешним временам можно все, возможно, все что угодно. Поэтому понимать, что набор вероятностей очень велик, но это не сомнение. Это возможность просчитывания разных вероятностей и определения того, какое сейчас действие с учетом вероятного развития событий будет более правильным и уместным. Продолжение следует...